Вы поможете нам, да? Нужно организовать ваш микрофон. Простите, пожалуйста, за стеснение, потому что это первый в моей жизни творческий вечер, когда я на сцене одна, без партнёров, без моего штурма. Это главная идея от фильма «Ай, депутатик», «Деноза традиции», «Обновительная лодка» от самого формата, потому что это не спектакль, это не концерт. Поддержите, пожалуйста. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Мы знаем, что вы в 2017 году в Корее, в Сеуле, предключили престижную премию «Сеул драматый год». Вместе вы получили за лучшую женскую роль в сериале «Анна-детектив», и Кирилл Бурстин получил за лучшую мужскую роль. Скажите, пожалуйста, вот эта награда как-то повлияла на вашу дальнейшую карьеру? До сегодняшнего момента никак. А можно ещё второй вопрос? Отличается ли работа с русскими режиссёрами в русских сериалах от работы в интернациональной группе, вот вы работали, да, или просто вот с турецкими режиссёрами, с турецкими актёрами? Есть ли какое-то отличие в работе? И вот я знаю, что серии долгие, снимаются неделю, они длятся серии два часа. Сколько длился ваш съёмочный день? Чужло ли вам было работать? Мне кажется, что у нас выходило даже меньшее количество времени, чем неделя. Неделя на серию — это такая немножко роскошь уже в нашей действительности кинопроизводстве. Сейчас обычно пять-три дня — это довольно реальный срок для съёмок. Отличается, безусловно, отличается. Во-первых, всё-таки, конечно, даже после того, как я уже более-менее стала изъясняться на турецком, есть какие-то особенности, которые очень сложно людям разных языков. Всё-таки как-то вот прийти к пониманию. Я вот сегодня думала, ну вот как сказать, ты наигрываешь. Можно использовать английский, сказать «too much», но всё равно. «too much» — он теряет какую-то вкусность, терминологию профессиональную. Когда ты разговариваешь с человеком на одном языке, не только русском, но и профессиональным, конечно, это уходит и… Но включаются другие какие-то способы, другие средства. Учишься читать людей по… как бы бессловесно, по глазам, по губам, что ли. Вот. И я должна сказать, что у меня была очень мощная поддержка. Все мои друзья, все мои турецкие партнёры, они понимали. Действительно, с огромным пониманием относились к моей ситуации. У меня, наверное, долго было написано, как я боюсь не справиться, как я боюсь не сыграть 24 серии на турецком языке. И я понимала ещё до начала съёмок, что если я этот язык не выучивала амальский, то ничего не получится. Вот. И, конечно, эта, знаете, степень ответственности и тяжести давлила немножко так на меня. Но хочется верить, что всё удалось, всё получилось. Есть разница, например, в том, как сцена разводится. Я привыкла немножко к тому, что всё-таки можно что-то, вот, может быть, разговаривая с режиссёром, изменить какие-то там нюансы, поворот головы. В Турции как-то это чуть-чуть вот для меня проще происходило. Я видела, что вот камера поставлена, и начинается репетиция. У нас зачастую бывает по-другому. Сначала репетиция, а потом уже оператор подстраивается и ставит свет, кадр, в зависимости от того, как актёры вместе с режиссёром разведут эту сцену. Вот. Ну ничего, всё, всё даётся с опытом, ко всему можно привыкнуть. И знаете, такое сладкое чувство, когда ты видишь, что что-то происходит чуть-чуть мимо, и ты видишь, с каким теплом, с каким снисхождением, с поддержкой на тебя смотрят партнёры. Это такое немножко. Ничего, дойду до конца, всё получится. Александр, здравствуйте. У меня тоже есть несколько вопросов. Насколько тяжело было учить староосманский язык, насколько он сопоставим с современным турецким, как всё-таки удалось получить приглашение на пробу в этот сериал, и смогли бы ли вы, если бы полюбили мусульманина, принять мусульманство и выйти замуж? Если бы это было в непременном условии. Спасибо. Ставьте вожидаемый вопрос. Спасибо. Мне кажется, что сначала надо мусульманина полюбить, чтобы потом понять, возможно это или нет. Но опять-таки, возвращаясь к теме любви, мне кажется, нет ничего невозможного. Но никто никогда не знает, как появляется это чувство, как оно в нас рождается. Это ни одного человека, который может это объяснить, если, конечно, не вдаваться в какие-то там химические процессы. А что касается турецкого, напомните, пожалуйста, ваш вопрос был насчёт османского. Да, насколько тяжело было учить староосманский язык, и как он сопоставим с современным турецким? Сопоставим ли он? Было очень тяжело. Тяжело, потому что если бы было полгода, наверное, просто психологически было бы легче, потому что ты понимаешь, что есть забас времени. Но действительность была такова, что этого времени уже не было. И то я очень благодарна нашим продюсерам, которые выделили специально вот эти два месяца, отложили начало съемочного периода, чтобы просто была возможность свыкнуться с мыслью, что ты будешь играть на чужом, на неравном языке. И я, конечно, очень благодарна за то, какого мне нашли преподавателя. Аглая Макарова, Глаша, если ты где-то вот сейчас видишь меня, спасибо тебе большое, Ходжам. Спасибо тебе, мой преподаватель. Я знаю, что в зале должна быть её мама. Если вы здесь, поднимитесь, пожалуйста. Я хочу, чтобы эти аплодисменты были для вас. И тут именно, пожалуйста, мама замечательного человека, Аглая Макаровой, которая тоже не побоялась. Это ведь тоже огромная ответственность взять на себя вот это. Учить девочку, которая не знает даже алфавита турецкого, а не то, что там османского. В те времена, да, писали арабскую версию. Нет, нет, я не умею читать по-арабски, к сожалению. Ну, какие мои годы. Вот, она тоже взяла на себя эту ответственность и стала настоящей подругой, ввела в турецкую жизнь. Сначала наши первые уроки первую неделю проходили в каком-то таком офисе кабинетного типа. Ну, как вот прям стандартный ученик и преподаватель. Но потом мы поняли, что пять часов турецкого, вот так за партой, это просто что-то невозможное. Это правда сложно. И тогда мы стали относиться к этому чуть проще. Мы стали выходить куда-то в кафе, переходить из одного места в другое с нашими учебниками, с нашими какими-то карточками. Потом мы стали ходить в хамамы. Во время, собственно, того, как мы поемся в хамаме, тоже читать, учить, разговаривать. Самое сложное, мне кажется, когда ты учишь язык, это понять, что невозможно язык сначала выучить, а потом на нем говорить. Просто такого не бывает. Нужно начинать разговаривать как можно чаще, как можно скорее. Как только я поняла, что я могу два-три слова связать, Глаша меня стала провоцировать на то, чтобы я эти два-три слова между собой связывала. Коряво, криво, стыдно, краснеешь. Ну, ничего страшного, потому что без этого ничего не будет. Надо потихонечку начинать. И я благодарна за то, что все какие-то сложные моменты. Ведь вы знаете, что съемка – это такое дело, которое длится много часов от 12, а в Турции это еще более длительный процесс. Время никак не рекоментировано, и смена может идти 20, 30 часов и более. Ну вот, и я очень благодарна за то, что все сложные моменты. Этот человек всегда был со мной рядом, всегда поддерживал, помогал. Вот. Спасибо, Гриша. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы уже сегодня упоминали театр. А скажите, где мы можем вас увидеть именно на сцене? В прошлом году была фотка очень похожая на театр. Может быть, а антрепиза еще что-то? Да, у меня начались репетиции в театре на Таганке, но немножечко сдвинулся репетиционный период, и вот сейчас она на сегодняшний момент по приказу, который висит в театре репетиции, начнется только в мае 2019 года. Поэтому, поверьте, я сама тоже очень жду этого момента, когда мы сможем с вами встретиться на сцене какого-нибудь театра немножко при других уже обстоятельствах. Поэтому как только, так сразу я сообщу. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот Али в своем интервью упомянул, что только благодаря вальсу вы попали на съемки. Что там произошло? Ой, это очень интересный вопрос. Это очень интересная история. Я уже говорила, что было несколько претендентов и на роль Анны, и несколько актеров на роль Махмуда Второго. И когда уже я была утверждена и приехала в Турцию на съемки, режиссер Керем Ходжи рассказал мне такую историю, я подумала, что он шутит. Он сказал, что была проведена специальная фокус-группа, думайте сейчас, к людям прикрепляли датчики специальные, которые записывали мозговую активность, активность сердечную, и показывали все пары. Вот как раз сцену вальса. Якобы на паре Али вместе в партнерстве со мной у всех были самые высокие показатели. То есть вот этот момент, когда они танцуют, 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 и непонятно, вот сейчас произойдет поцелуй или не произойдет. За секунду до камера останавливается. Я подумала, что он правда шутит. Оказывается, нет. Знаете, как в наше время происходит? Какие-то датчики, специальные агрегаты люди используют, чтобы понять, вот будет вот эта химия между актерами, между партнерами на площадке, и отзовется она в сердцах телезрителей, или не отзовется. Как-то вот до этого чуть проще было. По-моему, когда меня утверждали на «Анну детектив», мы никакие такие провода к нам не прикрепляли. Добрый вечер, Александра. Добрый вечер. Сперва я бы хотела сказать то, что ваш сериал и всей командой международной выстрелил, и это большая заслуга. Также я считаю то, что пара сценарий, которые вы создали, это некая химия экрана, которая должна быть. Не у всех актеров это получается, это тоже касается турецких. Мой вопрос касаемо турецкой киноиндустрии. Александра, планируете продолжать в этом же направлении? Я думаю... В турецком направлении? Ну, именно в турецких сериалах, возможно, и фильмы. Почему бы и нет? Ну, вы сами ответили, почему бы и нет. Все зависит, конечно, от предложения, от материала, от людей, которые будут командой этого проекта. Посмотрим. Добрый вечер, Александра. Добрый вечер. Я хотела бы выразить, наверное, всеобщую благодарность вам за прекрасно сыгранные роли Анны Петровны и Анны Викторовны. Вы знаете, вообще не смотрим телевизор в семье, но когда стали смотреть этот сериал «Султанное сердце», приковал вот всех, не могли отойти от экрана телевизора. Мы живем в Горках Ленинских. Я знаю, что там проходили съемки сериала. Мы гуляем каждый день с детьми в киногороде, вспоминаем все эти моменты, действительно восхищаемся вами, желаем вам творческих успехов, потому что России нужны такие актеры, которые проникновенно всем сердцем, всей душой пытаются донести до зрителя. И еще хочу сказать огромное благодарность за непорученный образ русской женщины. Вот низкий поклон. Я была учительница русского языка в школе города. И хочу сказать, что наш коллектив, учитель русского языка, мы все восхищены, и огромное спасибо вам за образ учителя. Низкий поклон. И мой вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, как влияет роль на вашу жизнь? И как устанавливается контакт с ролью? И профессия актера — это больше, чем профессия для вас? Ну, мне кажется, если человек правильно выбрал свою профессию, то это в любом случае будет для него больше, чем профессия, потому что это удовольствие. В самом лучшем случае это хобби. И тогда ты действительно можешь работать 20 часов в сутки и заниматься любимым делом, и ты будешь счастлив с короткими перерывами на сон и на какое-то семейное время. Что касается погружения в роль, ну, конечно, в турецкой истории я должна честно признаться, что 95% моей подготовки к роли — это было изучение языка. Турецкий занял вот с собой всё абсолютно временное пространство, душевное, внутреннее. И мне кажется, это и хорошо. Вот именно в этой истории этого достаточно было, потому что изучая язык, вот посещая разные места, ты знакомишься с людьми и одновременно знакомишься с культурой. И ведь история моей Анны в том, что она тоже приехала в Турцию, она прожила там какое-то количество лет, но она приехала уже, поживя в Европе, поездив по другим городам. И для неё тоже в какой-то степени всё это когда-то, может быть, чуть раньше было новинку. То есть она привыкала к культуру, к языке, к языку, к кухне, в том числе. И как-то я просто ходила, знаешь, так по Стамбулу, в свободное время смотрела, пыталась всё это как-то напитать себя впечатлениями. И самое приятное, наверное, это когда звучал призыв на турецкую молитву из мечети. Я просто закрывала глаза, и мне казалось, что в этот момент я опускаюсь в 19-е столетие, потому что вот свойство вот этого звука, он тебе действительно как будто бы относит в другую эпоху. уходит вся эта лишняя мишура. Вот эти все там телефоны наши какие-то, там, валют, привет, инстаграм и всё прочее. И ты действительно немножко так в другое время себя обнаруживаешь в другом времени. Я хотела задать вопрос. Как вы готовитесь к сценам, где ваша героиня переживает или страдает? Может, у вас есть какой-то способ вы слушаете определенную музыку или у вас какое-то упражнение для актёров, которым вы научили? Ну, не знаю, вот упражнение, музыка, что именно помогает подготовиться к этой сцене? Вы знаете, всегда по-разному. Всё зависит от конкретной сцены, от конкретного материала. Но для меня как бы общее такое правило, которое я за собой заметила, мне просто как актрисе важно в какой-то момент остаться одной. Хотя бы на 5-10 минут, чтобы ушла вся суета лишняя, чтобы, знаете, вот поймать это состояние ноля. Взять эту как бы отсчётную точку. И тогда, когда ты отпускаешь, наверное, приходят мысли сами, не накрученные разумом, а какие-то такие внутренние, глубокие. И тогда всё начинает потихонечку, потихонечку само собой складываться. Иногда, конечно, это достигается результат хорошей проби именно в репетиции. Ведь мы не сами по себе ходим по площадке. Есть партнёры, и очень важна личность партнёра, с которым ты будешь работать. И вам нужна как бы вот эту сцепку. Конфликтная или сцена, любовная, неважно. Ты должен как-то соединиться с партнёром, чтобы всё получилось в итоге. Вот. И ещё есть интересный момент. Я заметила, что гораздо сцена лучше получается, если ты чуть-чуть заранее на площадку придёшь, и можешь просто привыкнуть к пространству, в котором ты находишься. Потому что, конечно, я в Московский дом национальности тоже приехала чуть заранее, за несколько лет, чтобы зал посмотреть. Потому что здесь наши встречи, наши с вами энергии, в процессе общения, как мы с вами разговариваем. Это очень важно, чтобы место было не чужим, не холодным. Вы знаете, как-то в Станобус говорил, гвоздь, вбитый в стену дома, делает этот дом своим. Всегда нужно в любом деле, мне так кажется, в моём мнении, в любом деле найти эту стену и тот самый гвоздь и вбить его. Тогда у тебя уже чуть-чуть другие права, у тебя другое отношение, у тебя что-то связывает. Это касается любого дела, и кино, и театра, и жизни, всего. Просто вот делюсь с вами своим наблюдением. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. У вас есть несколько вопросов. Как я поняла, вы знаете турецкий язык, но у вас взаиморно. То есть вы... Ну, знать язык, это такое очень, на себе громкое понятие. Ну, следствовать в него до совершенства ввести, и полюбили ли вы Стамбулу, то есть есть ли у вас желание возвращаться в него снова и снова. Ну, да, безусловно. Безусловно, я полюбила и язык, и Стамбул. Стамбул удивительный город. Я в каком-то интервью сказала, что это такая, знаете, восточная версия Парижа. Удивительный город. Очень разные, очень интересные люди, совершенно не похожие на Москву. Маленькие улочки какие-то кривые, перетекающие одна в другую. Какое удовольствие просто сесть на одну берегу, на такой речной трамвайчик в опоры. И переехать на другую сторону. Просто эти 20 минут по Босфору, я не знаю, это, наверное, 10 сеансов массажа отдыхают. По сравнению с этими 20 минутами. Настолько какое-то приятное, не знаю, умиротворение в душу входит. И, конечно, конечно, хочется всегда, при любой возможности, возвращаться в этот город. И осталось очень много друзей, очень много коллег, с которыми с удовольствием хочется встречаться. Вот. Доброе утро. В продолжение вопроса про Стамбул. Скажите мне такой вот вопрос. Что бы вы сделали, если бы вы прилетели в Стамбул, что бы вы сделали в первую очередь? Вот вы сейчас сказали, да, про берега Босфора, кафе, какие-то, может быть, у вас любимые места появились. И вот опять-таки, да, что-то из любимого, потому что Стамбул город с ароматами, со вкусами, с воздухом, да. Вот что-то любимое, что у вас есть там? Сладкое, что-то выпить, боза, соли, ну, я не знаю, там что-то из этого, да. Второй вопрос такой, да, касательно, есть ли у вас любимый турецкий сериал, например, да, какой-то из них? Ну, там на его сердце. Это не все турецкий сериал, потому что турецкая киноиндустрия сейчас достаточно активно, да, развивает, большое место занимает и много-много производит сериалов, да. В том числе исторический, есть современные сериалы, да, вот касательно, например, сериала «Великолепный век», тоже у него есть вопрос. Он первый, наверное, да, такой основной и большой дал нам понятие о турецкой культуре, ну, о турецкой истории, да, культуре османского времени. Вот что-то для себя, если вы, наверное, конечно, посмотрели, да, что-то для себя вы оттуда взяли, и все-таки какой-то современный, ну, может быть, нелюбимый, и, может быть, интерес у вас выброшенный турецкий сериал. Спасибо. Честная признация, я смотрела полсерии «Великолепного века», больше у меня не хватило времени. И вдруг такой крутой поворот, да, на самом деле? Да, я хочу признаться, что у меня в доме нет телевизора, у меня есть телепаты, мы с дочкой включаем мультики на нем, в принципе, этого хватает. По поводу сериалов, когда я жила в Стамбуре, учила язык, я периодически включала телевизор, чтобы просто слушать речь, когда дома одна находилась. И был какой-то сериал, если я не ошибаюсь, он называется «Сьярбиас Ашк» – «Черно-белая рыбочка». Было такое, что я начинаю ошибаться в турецком, мои коллеги меня поправляют. Мне просто очень понравилась тоже пара, химия, про которую мы говорим, мы что герои, мы какие-то невероятные красавцы, красавец-дурок, турецкая актриса тоже. Играют какую-то такую напряженную любовь, разумеется, вот эта стандартная сцена, когда она подскальзывается и падает ему в руки, и он ее защищает, хватает и является собой, на одну секунду, пример всего своего мужества. Ну, по-моему, тоже какая-то интересная история. Не знаю, весь сериал не смотрела целиком, видела бы только какие-то кадры. И про Стамбул. И про Стамбул. Знаете, если бы я сейчас там оказалась, в первую очередь я бы поехала в Кадыкёй. Кадыкёй – это район на азиатской части города, и это, наверное, самое мое любимое место. Мода, да? Нет, не мода, не мода. Мода – это такое более, наверное, я бы даже сказала, элитное место, где уже немножко другого уровня дома, люди, в общем, другие проживают. А Кадыкёй – это абсолютно простое место с огромным количеством каких-то маленьких таких, знаете, кафешек, которые выглядят как самые последние забегаловки, когда ты туда заходишь, и там вдруг оказывается невероятно вкусно, там какие-то невероятно открытые, добрые люди. Вот тоже история, я однажды уже говорила о ней в интервью, расскажу вам сейчас. Я зашла в маленькое кафе, и вдруг увидела, как женщина, она, по-моему, была тетей, хозяином этого кафе, она испекла пирог. Турецкая традиция тоже есть, как и у нас, испечь что-то и поминать ушедших. Вот. И она хотела угостить мужчину, который собирал мусор, ну, то есть как дворник. Мужчина я не услышала, он стал спускаться ниже туда, к Босфору, по улочке. Что она сделала? Она схватила этот кусок пирога, взвернула салфетку и бежала за ним вот несколько кварталов по улице вниз, чтобы просто его угостить. Вот представьте, в Москве такой, на секундочку, вот сейчас, в нашей действительности. Да. Поэтому Стамбу невозможно не любить. Невозможно.